Большая книга Большая книга вручается за все, что написано прозой. То есть все, кроме стихов и драматургии. Это не нишевая премия, не премия за какой-то жанр, за произведение, посвященное какой-то теме, как иногда бывает. А это премия, которую можно получить и за роман, и за уборных повестей, и за рассказы, и за документальную прозу, и за биографию. По давней традиции имена победителей были неизвестны до последнего момента. Подсчет голосов проходил прямо по ходу церемонии. Кроме того, в этом году впервые был вручен специальный приз за вклад в развитие книгоиздания и литературы. Награду за многолетнюю работу в этом направлении председатель российского исторического общества Сергей Нарышкин вручил руководителю Роспечати Михаилу Сеславенскому. Ни для кого не секрет, что в наше время, время цифровых технологий и социальных сетей становится все сложнее поддерживать и развивать книжный рынок, книгоиздания, прививать любовь наших граждан, и особенно школьников и молодежь хорошей книги. И в этом смысле мы, конечно, отдаем должное заслугам Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Я уверен в том, что все присутствующие в этом зале скажут, что Роспечать была и остается таким надежным и верным наставником и даже другом. Именно при содействии Роспечати и непосредственно ее руководителей Михаила Сеславенского и Владимира Григорьева были реализованы сотни важнейших культурных проектов. В их числе издание многотомной антологии национальных литератур, а также проведение книжного фестиваля «Красная площадь», который ежегодно собирает у стен Кремля десятки тысяч читателей. Та миссия, которую мы выполняли с 2004 года, миссия благородная. Мы понимали, чем мы занимаемся, мы понимали, с кем мы работаем. Мы пытались всегда быть вместе с нашими отраслями, с отраслью книгоиздания, полиграфии, книгораспространения, с периодической печатью. Наша миссия как Федерального агентства печати и массовых коммуникаций завершается, но не завершается государственной поддержкой книгоиздания, литературы, книгораспространения. Во время проведения премии «Большая книга» в зале присутствовал и Владимир Григорьев. Церемония совпала с его днем рождения. Сова, как известно, символ мудрости, а ваша мудрость вам подсказывает, что поддержка литературы, чтений, книгоизданий – это не просто работа. Для вас это миссия и, я бы сказал, такое высокое предназначение. И исполнение миссии не допускает перерывов. С днем рождения! Спасибо. Спасибо, что каждый июнь, день рождения великого поэта, на красоточке начинается книжный фестиваль. Нигде в мире нет, а у нас есть. Спасибо вам за это. Национальная литературная премия «Большая книга» была учреждена еще в 2005-м. В разные годы ее обладателями становились такие авторы, как Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Виктор Пелевин, Евгений Водолазкин, Захар Прилепин, Гузель Яхина и другие. Победителей традиционно определяет жюри, который состоит из более чем сотни членов литературной академии – писателей, журналистов, научных работников, предпринимателей, общественных и государственных деятелей. Автором года в этот раз стал Александр Ильичевский с романом «Чертеж Ньютона». Кроме того, жюри отметила книгу «Генерал и его семья» Тимура Кибирова и роман «Бывшая Ленина» Шамиля Идиатулина. Ну а лучшей книгой, по мнению читателей, стал роман Михаила Елизарова «Земля». Служба информации Фонда История Отечества.